Календарь Дьявола Если этого не сделаешь, умрешь Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о фильме Календарь Дьявола, который появился на экранах кинотеатров чуть больше года назад, в декабре 2020 года. Не скажу, что идея фильма какая-то дико оригинальная, но и не скажу, что она слишком заезженная. Стабильно раз, а может быть и несколько раз в год появляются похожие картины а-ля комната желаний с Ольгой Куриленко. Но что порадовало, так это работа над сценарием. Заметно, что создатели уделяли сценарию достаточно много времени и сумели его неплохо продумать, но давайте уже приступать. Тащитесь кухничью пожевать, усаживайтесь поудобнее и... Погнали! Наслаждаться счастьем естественным или искусственным может только тот, кто имеет решимость его принять. Честно сказать, никогда не понимал прикола таких вот цитат в самом начале фильма. Вот скажите мне, хоть кто-нибудь вспоминает про них вообще? Авторы, видимо, рассчитывают, что после финала зрители такие А-а-а, так вот почему в начале фильма нам вбросили эту цитату. Да, вот это круто. Не знаю, я, к примеру, забываю про них уже после пятой минуты фильма, наверное. И я уверен, что я не один такой. Так нафига создатели продолжают пихать это в фильмы? Если кто-то знает ответ на этот вопрос, то, пожалуйста, объясните мне в комментариях. А мы, наконец, приступим к самому фильму, где главная героиня под названием Ева плавает тебе спокойно в басике, как с ней решает пофлиртовать какой-то парень. Правда, он не знает о ее особенности. Красивые девушки, обычно сюда. Можешь подкатить кресло? Вон та? Да. И поняв, что ей с ним не по пути, Ева едет к себе домой и кормит пса. Здесь почему-то мне вспомнился фильм «Бешенство», где также была девушка с особенностями и собака, но разница между этими двумя персонажами просто огромная. Если в «Бешенстве» девушка была охренительно злая и просто не совсем приятный человек, то здесь Ева очень даже приятная и позитивная девушка, у которой прямо сейчас на работе обстоят дела не самым лучшим образом, и начальники угрожают увольнением, чтобы по блату после пристроить на ее место свою любовницу. Ты оформляешь одни дешевые семейные страховки. От них у нас одни убытки. Ну надо же, испортил настроение человек, у которого сегодня день рождения. Еще больше ее расстраивает и мачеха, которая в очередной раз напоминает Еве, что ее собственный отец совсем про нее позабыл. Да, кстати, на это у него есть веская причина, которая зовется болезнью Альцгеймера. С чего ему помнить о твоем дне рождения? Однако Еву порадует Софи, подруга, которая только что вернулась в Германии. Я не могла пропустить твой день рождения. С Германии Софи привезла своей подруге тортик, шампусик и, собственно, старинный деревянный адвент-календарь, который его почему-то сразу зовет дьявольским. Надеюсь, тебе понравится. Вернее, это на русский сразу перевели как календарь дьявола, хотя в субтитрах говорится именно адвент-календарь. Но не суть. Нужно же хоть где-то в фильме произнести название, эм... самого фильма. Точнее, название переведенного у нас фильма, ведь в оригинале картина ожидаемо называется слегка иначе. Просто календарь. Но нужно отдать должное локализаторам. Календарь дьявола звучит куда лучше. Если выбростишь, я убью тебя. Напись на обороте. Кто я? Иш. Тогда кто такой Иш? Попробуй выбросить, и его знаешь. И стоило Еве открыть всего одну ячейку, как тот самый Иш начинает кайфовать. Внутри календаря конфеты. Съешь одну, съешь и остальные. Иначе я убью тебя. Правило номер два. Следуй всем правилам, пока не откроешь последнюю дверцу, или он убьет тебя. Правило номер три. Если выбросишь, я тебя убью. Да уж, а этот Иш явно не любитель повторяться. И тут Ева давай открывать одну дверцу за другой, однако ее останавливает четвертая ячейка, которую можно открыть только после полуночи, как собственно и все последующие. А первые три были чем-то вроде демо-версии. Девочки, значит, задули свечи, прибухнули, пообсуждали мужиков, как вдруг наступила ночь, и Еве нужно открыть следующую ячейку. Иисус сказал калеке, встань и иди. Но Ева даже пытаться не станет. Как так-то? Уже поздно. Мне рано вставать. И стоило Еве съесть шоколадку, как вдруг зазвонил телефон, а на другом конце провода ее отец, что позвонил поздравить дочурку с... уже прошедшим днем рождения. С днем рождения. И это все, на что хватает старика. Ева вновь пытается до него дозвониться, даже на следующий день, но все тщетно. Вечером того же дня Софи притащила Еву на двойное свидание, где парень явно не против замутить с ними обоими. Однако уходит он лишь с Софи, в то время как Еву повезет домой второй чувак. Поздравляем. Программа «Мой трейдер» заработала 457 евро. Слышал о моей программе? Я отправлю тебе ссылку, сможешь зайти через свой банк. Это так круто. Устанавливаешь ее, и она сама торгует на бирже. Теперь же, пока чел по имени Борис везет ее домой, Ева решила чуток вздремнуть. Однако она даже не подозревала, что Борька решит этим воспользоваться. Что ты делаешь? У меня прополегия, ясно? Тронешь меня или засунешь свой член, я ничего не почувствую. Ну, тогда попробуем по-другому, подумал Борис, но Ева явно против, что дико злит чувака, и он просто оставляет ее посреди дороги. Да чтоб ты сдох! Пес Ева же, видимо, большой фанат геликов, и давай с ним играться. А этот игрушечный гелик напрямую синхронизирован с реальным геликом Бориса. И раз собака там насилует игрушечную машинку, и ж насилует настоящую. Нихуя же. Алло? Ты слышала о Борисе? Он разбил машину. Ему нашли расплющенную внутри. Интересное развитие событий. Где ты? В парке. Скоро буду. В парке Ева положила глаз на какого-то парня, но подкатить к нему Ева не решается. В полночь Иш вновь требует, чтобы Ева открыла ячейку, где она обнаруживает конфету в форме сердечка. На следующий день Ева вновь встречает того кучерявого парня. Все складывается удачно. Охренительно удачно. Но это еще не все. Еве продолжает нифигово фартить. И на ее столике официантка оставляет два Глинтвейна. Один для Евы, а второй, собственно, для кучерявого. Это офигенная возможность бросить ему в напиток ту самую конфету. На профессиональном уровне? Или это было твое хобби? На профессиональном. Я танцую шести лет. Точнее, танцевала. И чувак по имени Уильям решает подвезти ее до дома. Теперь Еве не терпится открыть и еще одну ячейку. И вот, наконец, наступила полночь. Ева доставит конфету в виде часов, съев которую, четыре дня пролетели за одну секунду. Естественно, такое число дней самовольного отпуска сказывается на ее работе, откуда Еву благополучно увольняют. Я считал тебя нормальной, но оказалось, ты просто полудевка на колесах. Уильям забирает ее с работы, а уже дома Ева решает рассказать ему все про эти самые чудодейственные конфеты. Но, конечно же, про эффект конфеты в форме сердечка она решает не рассказывать. Звони в любое время. Вдруг Ева понимает, что если соединить все этикетки конфет, можно получить логотип некой компании, в которую она тут же решает вложить определенную сумму денег, а вось ей удастся поднять баблишко. Ева решает больше не употреблять конфеты, но не беда, ведь за нее это сделает пес, которому было поручено сгонять к ее бывшему начальнику и лишить того жизни. Этого не может быть. И только сейчас наша недалекая Ева стала понимать, что это нифига не совпадение, что Борис помер не просто так, что ее начальника ждала та же участь не просто так, да и то, что на балансе стало появляться много денег, тоже не просто так. И однако, чтобы в этом убедиться, Ева решает расставить все этикетки конфет в хронологическом порядке, чтобы еще раз убедиться, что все эти события были напрямую связаны с конфетами, как будто до этого все было как-то непонятно. В полночь Ева вновь достает из ячейки конфету, которую еще в самом начале достала Софии, видимо, бак какой-то, раз уж в двух ячейках лежат одинаковые конфеты. Иисус сказал калеке, стань и иди. И да, черт подери, Ева вновь начинает чувствовать свои ноги, и чтобы сохраниться в текущем положении, она съедает и вторую конфету, однако она явно была лишняя. И Ева снова отрубилась, а очнулась уже в больнице. Почему я здесь? Ты не помнишь? Видать, неплохо так она отпраздновала возвращение собственных ног. Но это был лишь временный подгон, ведь она снова не может ходить. Ночью Ева опять достает конфету, однако решает ее отдать слегка нездоровой даме, с которой хрен знает что произошло после, ведь нас тупо переносят снова домой к Еве. Конфету из 14 ячейки она решает скормить своему отцу, чтобы наконец с ним поболтать. Ева, рад, что ты пришла. Я так сильно скучала. Я звонил. В твой день рождения. Я знаю. Твой календарь потребует другие жертвы. Многим придется умереть. Если хочешь ходить, придется убить. Это цена, которую нужно заплатить. Съев еще одну конфету в присутствии Уильяма, Ева снова чувствует ноги, но опять эффект проходит, но это ее не особо расстраивает, и она отправляется в басик. Уильям же заметил, что у него в машине Ева уронила ключи и отправляется к ней домой, чтобы их вернуть. Он замечает открытую дверь и заглядывает внутрь, где замечает тот самый стол со стикерами и без проблем складывает дважды два, заметив стикер со своим именем. Уильям решает избавить Еву от этого календаря и отвозит его к реке, чтобы туда, собственно, выбросить, однако он даже не ожидал, что ему за это будет. Ишь ты, а нефига чужие календари без спроса тырить. Ева же тем временем с чего-то вдруг оказалась на той же реке, хотя пару минут назад она была в бассейне. Видимо, абонемент закончился и она нашла способ оттуда свалить по-тихому. Оказывается, Ева свалила с бассейна, оставив там свое кресло, которое любезно привез ей Антуан, тот самый чал, который к ней подкатывал в самом начале. Уходи, или спущу на тебя собаку! И на этот раз она жрет конфету, наверное, с самым скучным эффектом. Она получила возможность понаблюдать из календаря за тем, как Уильям уносит календарь. Что-то похожее мы наблюдали в фильме Интерстеллар. Уже полночь. Открой ячейку. Оказывается, есть возможность не открывать ячейку, однако за это ей придется расплатиться. И вроде бы с деньгами у Евы проблем нет, ведь она получает со своей инвестицией неплохой доход. Но деньги Иша не интересует. Его интересует жизнь Марвина, собаки Евы, в обмен на которую он готов забыть про одну конфету. И Ева решает воспользоваться этой возможностью. Тем временем с Германии вернулась Софи, и вместе со своим бойфрендом она решает увезти Еву за город, чтобы отвлечь. Там же мы понимаем кое-что про Иша, а точнее про то, как он именно работает. Если я все правильно понял, именно из-за Софии Ева потеряла возможность ходить, а Иш избавляется именно от тех, кто навредил или обидел Еву. Стало быть, деньки с Софией уже сочтены. Я ее не виню. Я не желаю ей зла. Да мне вообще все пофигу. На 21-й день Ева покидает загородный домик уже на своих двоих. Следующую полночь Ева встречает уже в машине Софи, где открывает очередную ячейку, а в ней и нет никакой конфеты. Видимо, Иш решил, что хватит Еве набирать килограммы, и на сей раз закинул туда игрушку и приказал ей вырвать все волосы на кукле, чем сейчас и занимается Ева. Параллельно волосы начинают сыпаться и на бывшей любовнице ее начальника, отчасти из-за которой уволили нашу главную героиню. Теперь же Ева решает подарить календарь своей мачехе, которая явно ненавидит саму Еву и хочет сдать ее отца в дом престарелых, а их общее жилище продать. Мачеха недолго думая выбрасывает календарь в камин, за что ее и лишает жизни Иш. Вот только Ева видать не подумала, кто теперь будет ухаживать за ее больным отцом. А, ну раз так, то тогда больше нет никаких вопросов к ее дальновидности. Теперь на заработанные с инвестицией деньги Ева решает потратить сгоня в Германию, куда также приглашает Антуана, чтобы недолго покувыркаться с ним в постели. Схватив календарь и напялив на себя платье, Ева поднялась на крышу, чтобы недолго потанцевать и записать обращение к будущим владельцам календаря. Вдруг в самый последний момент на крыше появляется Антуан и говорит, что Еве не обязательно съедать последнюю конфету, ведь она все-таки выполнила все требования Иша. Короче, у Евы есть выбор съесть конфету и проснуться снова в свой день рождения и при этом все те, кто помер снова будут живы или же не есть конфету и оставить все так, как есть. Проще говоря, Еве предстоит очень тяжелый выбор, возможность ходить или же оживить всех скончавшихся и вновь быть прикованной коляске. Спустя год к ней в дом ломится какой-то чувак, которому, судя по всему, и принадлежит на данный момент календарь дьявола. Но так и не ясно, какой сделала выбор Ева по итогу. Ну или я что-то недопонял? Пишите, конечно же, об этом в комментариях. Ну, друзья, фильм, надо сказать, неплохой. Более чем неплохой. Он довольно жуткий, интересный и что немаловажно, в конце главную героиню поставили перед сложнейшим выбором. Да, в картине присутствует много нелогичности, слегка странных решений сценариста, да и вообще он затянут, но в целом фильм смотрибельный. Здесь приятная картинка, хорошая актерская игра главной героини в частности и неплохая идея. Я, конечно же, рекомендую ее к просмотру. А на сегодня у меня все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, если вам нравится, ставьте комментарии, пишите лайки и услышимся уже совсем скоро.